Друзья, всем здорова! С вами проект FirmLife, я Сергей Шихайлов И как вы понимаете по названию и по превьюшке данного ролика Сегодня мы будем говорить про пыльный, но оттого не менее красивый Huawei P30 Pro В описании данного ролика ищите ссылочки на этот аппарат в различных интернет-магазинах Плюс линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете Перед тем, как вы уже открыли бутылочку с шампанским Потому что же на Firm.com в кое-то веке вышло видео по свежим Huawei вовремя Я скажу вам, во-первых, скажу представительству Huawei спасибо за это Нам правда очень приятно А во-вторых, сообщу вам, что вот версия, например, 628 Huawei P30 Pro будет стоить в Украине примерно 1000 баксов, чуть-чуть больше А 8256 еще дороже То есть это не дешевое устройство Чем же комплектуется это не дешевое устройство? Во всяком случае, то, что приехало нам Кстати, вы на столе не видите коробки И, возможно, видите желтую тряпочку Но она нам еще пригодится Потому что вы не видите белой коробки Потому что она будет некрасиво бликовать Мы ее просто убрали Что же в коробке было с этим прекрасным аппаратом? Зарядка Huawei Super Charge Давайте даже мы на камеру эту зарядочку покажем Вот, да, видите, у нас тут написано 40 Вт Это действительно мощный зарядник И там явно не одна кофеварка внутри Потому что он очень тяжелый Вот ощущается, что там что-то кроме воздуха есть Если я ничего не путаю То, по-моему, производитель обещает 70% зарядки за полчаса Или за 45 минут, я не помню Если ошибаюсь, в обзоре обязательно об этом расскажу Помимо того, у нас есть навушники Которые заканчиваются, к сожалению, Type-C портом Потому что здесь у нас миниджек NMA Что немало интересно В P30, который не про, миниджек есть Если я не ошибаюсь Помимо того, у нас есть Type-C кабель в комплекте Кабель классный, реально тут видно, что не шаплей И прослужит он долго И мне кто-то когда-то объяснял А ну освежите, пацаны, мою память Почему в данном кабеле Я знаю, что я его держу сейчас очень по-интересному Коннектор фиолетовый Я забыл, почему Возможно, Type-C 3.1 Или нет Знатоки, пишите Ну и, конечно же, есть скрепка для изъятия лотка под симки По комплекту все Естественно, у нас тестовый сэмпл То, что вы купите в магазине Еще и однозначно будет поставляться с гарантийкой и инструкцией по эксплуатации Кстати, то, что я нашел, когда смотрел только что цены на этот аппарат Он у официальных продавцов В смысле, вот тут по месту в Украине, во всяком случае Еще и очень много у кого продается с часами хуаваевскими Так что, если вы хотите, это не они Если что, это от Honor часы Вот, если вы очень хотите, можете призадуматься Собственно, по смартфону Перед тем, как мы перейдем к нему Я скажу, во-первых, что это ни хрена не обзор Нам очень часто под распаковками пишут Ой, Вася, ты не знаешь, сколько там мегапикселей камера Я не знаю, реально, сколько тут мегапикселей камера Потому что это распаковка и я не готовился Я вам сейчас буду рассказывать свои первые впечатления от девайса Вы будете за этим наблюдать Вы какую-то информацию из этого видео подчеркнете Вон уже подчеркнули про комплект И в комментах под этим видео вы будете задавать мне вопросы У нас так это всегда работает Для тех, кто впервые на канале Я эти вопросы обязательно перечитаю Перед подготовкой обзора этого аппарата И на часть из них я обязательно отвечу в обзоре А на часть из них обязательно отвечу в опыте использования Huawei P30 Pro Опыт использования где-то через недельку плюс Выйдет на этом же канале А обзор будет на YouTube-канале Firm.com Ну а старожилы знают, как это работает Так что, если есть вопросы, пишем в комментариях Поехали смотреть на смартфон Кстати, звездное время той самой тряпочки Мы протираем отпечатки пальцев и пылюку Сразу же сообщаю, что телефон очень красивый Я это видео третий раз переписываю И поэтому я точно знаю, что эту фразу я скажу еще раз в 50 Так что будьте готовы Он очень красивый, но он очень сильно пачкается И пылюка на него цепляется на раз-два И отпечатки пальцев собираются тоже Хоть а-ля фобка есть И, кстати, в 15 дублях предыдущих я это не говорил Есть и на лицевой, и на тыльной панели Поехали! TX располагаем в кадре Замечательный смартфон И любуемся, какой он, блин, охренительный Он, блин, очень охренительный Он просто охренеть какой охренительный Он очень красивый Я не знаю, почему сейчас в тренде делать переливашки Вон у нас валяется Xiaomi Не Xiaomi, просто Redmi Note 7 У него переливашка Кстати, от такого же синего до такого же фиолетового По-другому чуть реализовано, но все же В Samsung, пожалуйста, в Galaxy S10 Тоже блестяшка сейчас на заднике В Samsung A50 У нас на обзоре уже был Видео пока не вышло, но оно уже снято Так что ждите Тоже переливашка на заднике Не говорю, что они именно вот это пытались склонировать Но что-то очень похожее там На OnePlus 6T Уже тыл не стеклянный Нет, тыл еще стеклянный Просто по-другому обработанный у нас Можете глянуть обзор на основном нашем канале Там переливашка с такой буквой S С таким узором интересненьким И даже сраные дуги Не, не дуги Уми, да, Юми Диджи Пытались склонировать вот эту И у нас, кстати, даже на TOG есть Абзир Можете посмотреть Вот Все пытались что-то сделать вот такое И ни у кого не получилось Вот пытались склонить, точнее, еще P20 Huawei держит какой-то стиль Это очень хорошо Касательно фронтальной панели Важное замечание сразу скажу Потому что могу забыть Выглядим мы очень хорошо Возможно, вы прямо сейчас видите шим Но если вы его не видите, вы обязательно его увидите на основную камеру Мы вам это дело покажем У нас стекляшка Очень сильно скруглена вот от фронтальной панели в ребро Что здесь, что здесь Очень мне это напоминает Nokia 8 Sirocco Там тоже такое было Это вот из последнего А до этого было еще в Samsung Edge По-моему, S6 Edge Или S7? S7 или? Не, S6 Edge Она прямо очень скруглена И на Nokia была проблема в том Что вот тут вот прямо по контуру этого скругления Были такие вот синие пятна Многих бесило Я привык, меня вообще не парило Тут такой проблемы нема Но есть проблема с защитными аксессуарами Я не знаю, существуют ли пленки Которые полноценно закроют всю лицевую панель Так что, если для вас это очень важно Я рекомендую сначала вопрос провентилировать Вот Так вот Давайте по элементам корпуса, так сказать Значит, смотрим с тылу Мы видим Красивую переливашку Тут Huawei чего-то там Ля-ля-та-па-ля Лейка Тут мы имеем Раз, два, три камеры И вот тут вот Маленькая такая четвертая Над ней инфракрасный датчик фокусировки И вспышка Как бы с тылу все Но помимо того Под этим красивенским задником У нас еще есть катушка беспроводной зарядки Которая может заряжать и смартфон Если вы его положите на зарядку И можно заряжать от смартфона Например, другие смартфоны Мы возложили Galaxy S10 На этот смартфон S-ка заряжалась Мы возложили мою старенькую Lumia 920 Которая, да, все еще жива И она тоже заряжалась от этого аппарата Это хорошо То есть, если у вас какие-то аксессуары Например, наушники поддерживают беспроводную зарядку Вы можете заряжать их от смартфона Или смарт-часы Или я не знаю, что там У вас еще чайник с беспроводной зарядкой Можете кипятить на смартфоне Следующий момент Это у нас фронтальная панель И вы сразу же видите красивенскую стекляшку Вы видите каплевидный вырез Под фронтальную камеру Который мне очень напоминает Таковой в Samsung A50 Redmi Note 7 И еще целую гору тех же китайцев Например, скажем В том же OnePlus 6T Этот же вырез оформлен чуть более изящно Сказал бы я Если вы не согласны Я за вас очень рад Мы двигаемся дальше Вы видите тоненький Маленький подбородочек Чуть-чуть Малипусенькую рамочку сверху И благодаря тому Что смартфон имеет скругленную форму Вы плохо видите Тоже имеющуюся рамку Вот тут вот По бокам экрана Но она есть Тем не менее Смартфон реально Точнее экран Реально большую площадь Фронтальной панели занимает Тут питань нема Хорошо выглядит Но Вы видите шин И если мы Еще чуть-чуть Скинем яркость То вы будете видеть Трэш Потому что волны гуляют Просто капец Поэтому мы Нашу стоковую яркость Наверное Вот такой вот уровень возьмем Вернем Мы зайдем в настройки Мы сразу поменяем обои Чтобы у вас глаза не болели И вообще Был мир во всем мире Так Произошло? Нет Huawei думает Как красиво разместить эти обои Он определился Вопрос закрыт На левой грани Нету ничего На правой грани У нас Я не уверен что резкость Есть Вот теперь она есть точно Имеется кнопка включения И качелька громкости Сверху Что немаловажно У нас живут Инфракрасный порт И дополнительный микрофон Системы шума Подавления Снизу Снизу Опять таки Пожалуйста резкость Спасибо очень Имеется основной микрофон Имеется лоточек Который мы сейчас откроем Type-C порт И перфорация Мультимедийного динамика Сережа ищет Ту самую скрепку Он ее Таки находит Он открывает Лоточек Очень туго идет Наверное Это хорошо В том числе Это хорошо И потому что Смартфон защищен Пыль и влаги По стандарту IP68 Поэтому тут Да Тут резинка Кстати на лоточке Есть Это вундабар Так Мы Размещаем Есть карточку И вы видите У нас раз Два Наносимки Либо Наносимка Плюс карта памяти Вот этого хитрого Хуавеевского формата Дальше Что еще Я вам хотел рассказать Затолкал назад У нас Здесь Имеется NFC Весьма очевидно Но вдруг Вы не знали Вы сможете этим смартфоном Рассчитываться В супермаркетах И так далее Это несомненно Круто По корпусу Суммарно Все За исключением Того что мы Опять Размещаем Смартфон в центре кадра Мы ему показываем Мою морду Так еще раз Иц Пожалуйста Мы сразу увидели Мою морду И разблокировались Распознавашка По морде Через Фронтальную камеру Работает замечательно Иц Сейчас я лицо убрал Лицо показал Есть Работает Моментомора Помимо того У нас конечно же Как вы только что видели Проскакнул Вот он засветился Есть и сканер пальца В экране Смартфон вам сам покажу Взывает Куда его надо Прислонять И работает он быстро И стабильно Я не буду сравнивать С Galaxy S10 Потому что у меня Туда же Палец туда не забит Он на тесте У Димы Но у меня вот был Самсунговский А50 Это был тестовый Сэмпл И ля-ля И тополя Это кстати тоже Тестовый сэмпл В А50 Все было очень медленно Вот прям Очень медленно У Huawei Сканер под экраном Уже не первый год Они знают Как это должно работать Сканер работает хорошо Дальше Экран Собственно Мы его Итс Мы смотрим На темных обоях Мы сейчас заходим В настройки Мы идем в экран Мы Тыц-тыц Яркость Авто Выключили Включили Вернее включили Выключили И на темных обоях Вот это вот Нижний порог Ну Такэ И на темных обоях Вот это вот Максимальный порог И вот это Вы таки знаете Вполне себе Ничего Таки да Максимальный порог Яркости Подсветки Не вызывает Никаких вопросов Даже под самым Ярким Юпитерским Солнцем Вы не будете Страдать От недостатка Подсветки экрана Тогда как Нижний порог Мог бы быть Темнее это Амолед экран И фу Ну вот Аймин И собственно Хотел просто Намекнуть Всем тем Кто купит И будет думать А шо ж Тепер робить Я вам скажу Что Темная Тема В настройках Есть И это Несомненно Хорошо Что еще Я вам хотел показать Наверное Хотел показать Камеры Я наделал Совсем немного Фотографий Вы их сейчас Наблюдаете Я по территории Побегал Чуть-чуть Пощелкал И Обычные И широкоугольные И X5 И X10 И даже X50 X50 Выглядит Ну Откровенно скажем Не супер Фантастично Но это все Снято с рук Возможно Если бы С штатива То было бы Поприятнее Вы можете Наблюдать Обычные фотографии Вы можете Наблюдать Портретки Суммарно На этом Пока что Все Больше фото Конечно же Будет в обзоре Как и пример Видео Мне самому Это все Очень сильно Интересно Посмотреть Но у нас Сегодня Первые Впечатления Предварительно По камере Тут все Очень хорошо За исключением Одного момента Когда ты Скидываешь Это все На комп И смотришь Там То на Зуме Особенно Те фотки Которые Зумом Выглядят Ну как-то Ну не ахти Во всяком случае Возможно Мне так Показалось Ссылку На архив Этих фоток Которые Вы только что Смотрели Я обязательно Размещу В описании Данного видоса Сможете Выкачать Просматривать Сами Но опять-таки Возможно Я просто Руку не набил И дальше Будет лучше Что еще Мы В кадр Закидываем Замечательный Huawei P30 Pro Мы открываем На нем Галерею Мы открываем На нем Скриншоты Рядышком Мы возлагаем iPhone 10s Дмитрия Леонидовича А еще Рядышком Мы Разлагаем Возлагаем Samsung Galaxy S10 Который Тестит Дмитрий Леонидович Куда не плюнь Везде Дмитрий Леонидович Значит Собственно Это у нас Предвыборная Компания У нас Президентские Выборы Скоро Голосуй За Димона Двигаемся Дальше Значит У нас Тут 200 Пардон Резкость Перевожу Отвлекся 325 тысяч Попугаев На Galaxy S10 Плюс Еще Больше 342 К Попугаев На iPhone XS И 290 Чуть-чуть Округлим 5 тысяч 295 тысяч На Huawei P30 Pro Как оно будет В реальности Сможем ли мы Тащить Те же танки На максималках Сможем ли мы Там в PUBG На максимуме Мы об этом узнаем Чуть-чуть позже Плюс Опять-таки Надо телефон Обновить 15 раз Кинуть его в морозильную камеру Чтоб при минус 40 Он прогонял тесты И тогда мы посмотрим Сколько миллиардов Попугаев Он сможет прогнать Сережа делает Диме очень нужный Скриншот на iPhone И Наверное На этом данное видео Мы будем заканчивать Потому что я не помню Что я вам еще хотел сказать Пока что Все Предварительно Смартфон Мне очень нравится Я на нем Немного И пофоткал Как вы заметили Но я надеюсь В обзоре будет Очень много фотографий И с зумом И с портретками И в темное время суток Я знаю Что он ночью Должен фоткать Ух И я надеюсь Что так оно и будет Вы увидите Более подробный Отчет По игровой производительности По автономности Сколько он заряжается От этого Мощного Такого вот Зарядника И так далее И тому подобное Обо всем поговорим И для этого Вы в комментариях Задаете вопросы Ответы на которые Вы хотите В обзоре И опыте Использования Этого аппарата Получить Так как у нас В принципе Всегда Предварительно P30 Pro Мне понравился Очень сильно Внешностью То что я вижу Глазами Мне нравится И экран Но он не нравится Очень нашей камере Как вы это поняли Пока А ну и по камере Все хорошо Пока дальше Не тестил Дали буду На этом у меня все С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm Live Тыкаем лайки Подписываемся на канал И делимся этим роликом Со своими друзьями Это очень нам помогает Всем спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok